Наверняка из вас многие слышали о том, что создали специальный чат искусственного интеллекта, чат GPT, он называется, который позволяет коммуницировать с нейронной сетью, со всей сетью интернет, с искусственным, по сути, интеллектом. Вашим ассистентом, если хотите, вы можете задавать ему любые вопросы, он, опираясь на информацию во всей сети, дает вам ответы. Он может за вас что-то проанализировать, он может сопоставить, дать какой-то совет, написать вам что-то, написать имейл, написать рассказ, написать поэму, даже, да, кто как он умеет, сопоставляя различные тексты и так далее. То есть, это невероятно крутая штука, с которой можно просто общаться. Я захотел проверить этот искусственный интеллект и задал ему два вопроса. Первый, в какую криптовалюту сейчас инвестировать, на что он мне, естественно, сказал, что, как искусственный интеллект, не могу давать инвестиционные советы, бла-бла-бла, что вы можете все потерять, это высокие риски. Ну, короче, тут куча всего написал. Но потом я задал второй вопрос, я написал, какие криптовалюты показали самый большой рост с момента их создания. И тут на чат депутей поделился пятью криптовалютами, которые показали наибольший рост. Это биткоин, это эфир, это XRP, это Binance Coin и Cardano. В 20 раз выросла Cardano, в 10 раз выросла BNB, Ripple вообще на 32 тысячи процентов вырос, то есть очень потенциальная монетка. Но эфир, понятно, биткоин, это самые глыбы криптовалют. Опираясь на эти данные, можете попробовать инвестировать в крипту, если вы не любите большой риск в эти монеты. Не факт, что они покажут рост, может они соскамятся, но на основе данных искусственного интеллекта эти монетки достаточно перспективные. Давайте что-то еще у него спросим. Например, знаете что, я попрошу ему, сочини новый анекдот, которого еще нет в сети. Конечно, я могу попробовать сочинить новый анекдот. Вот что получилось. Однажды молодой программист пришел на собеседование в крупную IT-компанию. Работодатель был впечатлен на его резюме и решил проверить, насколько хорошо он знает программирование. Напишите программу, которая выводит все простые числа от 1 до 1000, сказал работодатель. Молодой программист задумался, но затем ответил. Конечно, могу написать такую программу, но это займет много времени. Лучше я напишу программу, которая выводит все сложные числа от 1 до 1000, а потом вычтем их из общего числа. Но сложные числа нам не нужны, возразил работодатель. Вот именно, ответил молодой программист. Мне нужно меньше времени, чтобы написать эту программу. Работодатель улыбнулся и сказал, вы приняты. Ну такое, про IT, ну да, искусственный интеллект. Давайте спросим что-нибудь еще. В чем смысл жизни? О, и началась философия. Каждый человек может иметь свой собственный ответ, в зависимости от своих убеждений, ценностей и жизненного опыта. Некоторые считают в поиске счастья, другие считают в поиске истинной понимания мира вокруг нас, в служении другим людям. Многие религии и философские традиции предлагают свои ответы. Нахождение своего места в божественном плане или достижение просветления. В конечном счете, ответ на этот вопрос зависит от каждого индивидуума. Его можно найти только через самопознание, размышления и опыт жизни. Вот так вот, ребят. Как заработать миллион долларов? Но это возможно, если вы готовы уделить много времени, энергии и усилий для достижения своей цели. Вот несколько способов. Ух ты. Стать успешным предпринимателем. Открыть свой бизнес, который будет расти и приносить большую прибыль. И инвестировать деньги в успешные компании, акции или недвижимость. Нужно анализировать рынок, может принести хорошую прибыль. Создать свой собственный продукт или услугу, которая будет пользоваться спросом. Развить свои финансовые навыки. И начать зарабатывать на инвестирование в криптовалюту. Ага, в отдых рынок или торговлю валютами. Получить высокооплачиваемую работу в сфере технологий, финансовой или бизнеса. И работать усердно, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, важно быть настойчивым, целеустремленным, изучать рынки. И искать новые возможности для заработка денег. Но помните, что деньги не являются главной целью в жизни. И важно сохранять баланс между работой, личной жизнью и здоровьем. Представляете? Хландайк. Целый. Настоящий философ. Напиши фантастический короткий рассказ о будущем. В будущем наш мир претерпел серьезные изменения. Люди научились путешествовать во времени и перемещаться между параллельными вселенными. Однако существование множества реальностей привело к тому, что их границы стали тоньше и в некоторых случаях и вовсе исчезли. Это привело к тому, что многие люди начали случайно попадать в другие миры, где они должны были бороться за выживание. Но были и те, кто осознавал возможности, которые дают наличие множества реальностей. И стали искать новые источники знаний, технологий и ресурсов. Одним из таких искателей был главный герой нашей истории. Собирал команды ученых и путешествовал в самые опасные и загадочные миры, где находил и изучил новые технологии, которые могли изменить будущее человечества. Однажды, во время одного из своих экспедиций, главный герой нашел устройство, которое позволяло переходить между вселенными быстрее и безопаснее, чем когда-либо прежде. Это устройство стало ключом к новому пути развития. И наш герой стал одним из самых влиятельных людей в мире. Таким образом, благодаря находкам и открытиям героя, человечество смогло преодолеть многие проблемы и достичь новых высот в развитии, открывая для себя бесконечные возможности в множествах вселенной. На самом деле видно, что это писал человек без души, искусственный интеллект. Но, почему бы и нет, мы сейчас находимся на пороге открытия новых технологий, совершенствования этих технологий, внедрения в нашу жизнь. И что же мы увидим? Очень интересное время живем реально. Я уверен, что в будущем искусственный интеллект будет решать множество задач. Будет действительно нашим помощником, ассистентом. Давайте спросим про акции. Насколько выросли акции Apple с момента появления? Зарегистрировано было в 1980 году. Начальная цена 22 цента. С тех пор цена колебалась, но в целом она значительно выросла. Например, если взять данные на конец 2021 года, то уже было 172 долларов за акцию. За 40 лет цена на акции значительно выросла. Ну, допустим, сколько стоит одна акция Apple сейчас? Сейчас она меняется. На момент ответа 15 апреля цена на акцию составляет 339 долларов. 22 центов за 40 лет, уже чуть больше, 43 года, она выросла до 339 долларов. Не густо, скажем так. Если брать криптовалюту, она существенно увеличилась в цене. А теперь, для всех любителей необычного. Существуют ли инопланетяне? Если да, можешь привести факты. На данном моменте не существует достаточно убедительных доказательств о том, что инопланетяне существует. Однако, существует несколько факторов, которые могут указывать на возможность существования внеземной жизни. Во-первых, наша галактика Млечный Пут состоит из более чем 100 миллиардов звезд. И предполагается, что на многих из них могут существовать планеты подобной Земли, которые могут обеспечивать уровень для жизни. Во-вторых, существует множество наблюдений открытых, связанных с экзопланетами, то есть планетами, которые находятся за пределами Солнечной системы. И многие из этих планет находятся в зоне, где может существовать жидкая вода, что является одним из ключевых условий для возникновения жизни. В-третьих, в нашей собственной Солнечной системе были обнаружены ряд интересных объектов, таких как криовулканы на спутниках Сатурна и океаны под леденными корками на спутниках Юпитера и Сатурна, которые также могут предоставлять условия для жизни. Но, покуда на сегодняшний день не имеем достаточно доказательств о том, что инопланетяне действительно существуют. Возможно, в будущем мы больше получим информации на эту тему. Вот так вот. А ну-ка, еще вопрос. Почему в Антарктиде существуют секретные базы? В Антарктиде находится множество исследовательских станций, как государственных, так и частных. Некоторые из них могут считаться секретными. Видите, также существует мнение, что на Антарктиде могут находиться и секретные военные базы. Некоторые страны могут использовать Антарктиду как стратегическую площадку для размещения военных объектов, контроля над ресурсами, связанных с национальной безопасностью. Ребята, я вам напомню, что Антарктида полностью непригодна для жизни человека. Там нечего исследовать. Там очень холодно. Там льды. Тем не менее, там очень много секретных баз находится. Почему? Вопрос. Наличие секретных баз может быть связано с различными научными и стратегическими интересами. Однако их существование и деятельность должно соответствовать международному праву. То есть у меня тоже вопрос. Почему охраняется эта кореяна, эта Антарктида, и там просто даже влиятельные люди туда ездят? Почему? Зачем? С кем они имеют там контакт? С кем они договариваются? Поговаривают, что в Антарктиде есть секретные места, секретный, может быть, даже город. Ну, очень много на эту тему видео. Просто очень-очень интересно, почему именно там скопление военной силы, причем существенное. Много историй, связанных с Антарктидой, пустотам, потерял своих людей. Некоторые, когда пытался исследовать пещеры внутренние. Очень много информации об американских летчике, который там встретился с незаменой цивилизацией, по его словам, из дневник Ричард Бёрд, или как его зовут? Да, секретный дневник адмирала Бёрда, Ричард Бёрд. Загуглите, очень интересная информация. И вот даже он, искусственный интеллект, об этом говорит, что там может происходить что-то интересное. Давай спросим. Бывший канадский министр обороны официально заявил о существовании планетян. Как его звали? Ну, чисто просто так. Бывший министр обороны Канады, который заявил о существовании планетных цивилизаций, называется Пол Холивер. Отлично. Он был министром обороны Канады с 1963 по 1967 год. В последние годы он активно выступает в поддержку исследования явления НЛО и заявляет о том, что правительство скрывает наличие контактов с инопланетными цивилизациями. Я писал об этом отдельную статью. Посмотрите. Пол Холивер, не просто не выживший из Мастер-Рик, не очевидец якобы НЛО. Было отдельное видео на этот счет, я его также у себя на сайте опубликовал. Зайдите. Давайте еще спросим. Кто еще из официальных лиц заявлял о существовании инопланетян? Инопланетян. Несколько официальных лиц в разное время заявляли о существовании инопланетных цивилизаций. Хико Мульдин Наркулов, экс-председатель комитета науки и высоких технологий Казахстана, заявил, что было несколько встреч на Земле. Эдгар Митчу, астронавт Аполлона-14, утверждал, что правительство США скрывает факты о визитах инопланетян. Кристофер Меллони, бывший директор программы по исследованию НЛО в Пентагоне, заявлял о том, что многие видели НЛО подлинной и представляют угрозу для национальной безопасности. Джон Подеста, бывший глава предвыборной кампании Хиллари Клинтон и бывший советник Обама, заявлял о том, что хотел бы, чтобы правительство раскрыло секреты об инопланетных цивилизациях. Но стоит отметить, что вопрос существования планетной жизни до сих пор остается открытым и не имеет научного подтверждения.